Ну и откладывается на карму человека, естественно, ему придётся потом перед богами за это всё отчитаться. Что, во-первых, он тратил ресурсы тела не по назначению, во-вторых, спонсировал развитие заразы, вредящей человечеству. Их селекционировали из каких-то из детей айшмов. Кто такие? Здесь описано. Бешеные... Ёжико-кровники. Ну, демоны-поховцы, фактически. Тоже зависимо на юговые, получается, да. Да. Ну, это материальные, да, живые существа или тонко-материальные? Той материальности, которая не осмысляется нынешними людьми. То есть невых анимания, получается, незамечаемые ими, да? Да, да, да. Но существующие это реально? Да, существующие. Ну, там для стимуляции убийств он пара разновидностей заразы создал. Там много разной заразы было создано. Счастье в том, что нашим удалось большую часть этой заразы уничтожить на ланке. Когда адамитов с ланки вывели, ланку ещё бомбардировали очень сильно. И всю её южную часть просто разбили в пух и прах. И сейчас её нету. Старая ланка, она была больше нынешней ланки намного. Фактически, у нас сейчас осталась только северная часть ланки. А вот там, где были заводы, где было всё это производство, всё это было уничтожено. Там прямо заводы стояли? Ну, построили, да. По производству чего? Этих вот паразитов. Мерзостей раз, да. И паразитов, и оружия. А потом распространяют по земле? Ну, да. И оружие, да? Разное оружие строили. Ну, я советую Ромаину хоть чуть-чуть почитать или посмотреть. Правда, если смотреть, то это уже очень скоскофицированное, но всё равно. Там, вкратце, даётся об этом представление. Поэтому некоторые виды заразы удалось вывести оттуда. Некоторые не удалось. Например, одна себе в детородном месте спрятала несколько ёмкостей с заразой. Однако, случилось так, что оно у неё открылось, и оно залезло в её тело. И так возникли ещё один подвид тонкоматериальной нечисти. Ну, именно, как бы, уже они не чисто произведённые, но и не самостоятельные, а вот некая мутация произведённых. Поскольку вот эта женщина, которая их перевозила в своём теле, она сама была тварью редкостной. И она стала, когда её тело развалилось, она стала центральной искрой вот этого биологического вида, который с её помощью мутировал. И там тоже разные болячки, разные трясуныцы и разные всякие такие мерзопакосты. Не всё это записано, всё это отслежено от традиций Рахмата Рахмата, о которых я говорил. Да, 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 да. Да я это всё очень так ещё сокращаю, потому что, во-первых, половины я сам не помню, а половины смысла нет сейчас за то самое. В текстах есть имена, названия разновидностей каждого вот этого вида, каждого подвида, каждого вида, их характеристики, что любят, что не любят, как их травить, как их кормить, как их усыпить, ну, всё же надо. Все наши князья Рахманы записывали, изучали, для потомков оставляли на табличках. Да. Огромный вклад сделал Елмак. Да, чтобы знали, с чем имеют дело, да, в нынешнее время и в последующие времена. Да. В Эпшицке я сделал ей огромный вклад. Они тоже описывали. Некоторые экспериментальные методы Троян Мудрослав Ганимый записывал. Ну, правда, с бонус-форцией ему не удалось вытащить. Заразу. Ну, они тоже всё обладали тонким видением. Ну, да. Ну, чтобы такое... Это не тяжело, это тонкое видение. Вот единственное, что я считаю, что здесь тяжело, это конкретно определить, к какому материальному срезу они принадлежат. Плюс тяжело несколько так настроиться, чтобы не показывать окружающим какое-то такое специфическое отношение к тому, чего они не видят. Ну, словно говоря, понимаешь, если я сижу в транспорте и вижу, что там по головам людей проползает червь, и он и по моей голове собирается проползти и поползти туда дальше. Ну, можно как-то там попытаться отклоняться, начать там бороться с воздухом. Ну, и для остальных это будет восприниматься как какое-то помешательство. Вот если так настроиться, чтобы понимать правильно, что, ну, как бы вижу. Ну, а если бы не увидел, всё равно бы пролезло, и всё равно бы так и было бы. Ну, зато, с другой стороны, можно в таких ситуациях экспериментировать с излучениями, типа, ладно, я руками махать не буду, но я буду сидеть и пробовать разные мантры, и пробовать разные степени излучения. Чем же я эту заразу достану, чтобы она или ко мне не подошла, и чтобы поскорее сбежал. Вот, это тоже некая такая... А мантры так влияют, да, на их... На кого-то влияют, на кого-то нет, на кого-то нужно экспериментировать, какая именно возьмёт. Вот, а как электричество на человека влияет? Это тоже такой вопрос, который нельзя ответить. Есть дефибриллятор, есть электрошокер, есть, в конце концов, телефон, гарнитура, есть электроосвещение. То есть, куча есть вариантов, как электричество может сыграть ту или иную роль в человеческой жизни. Так же ж. Вот так и тут нужно экспериментировать с той, какую именно мантру выбрать, и с тем, как эту мантру именно, каким путём энергию конвертировать, направляя к этому существу. А там, как вот читается мантра, ну, допустим, выбранная, и вектор внимания направляется на это существо, и, соответственно, энергия как бы начинает с ним действовать или как? Ну, здесь можно ещё это с дыханием несколько связать, можно чисто со зрением связать, можно с мысленным построением это всё связать. И, допустим, читается мантра. И, соответственно, я должен энергию вот эту, которая вырабатывается в разных чакрах, ну, допустим, в бой чакры и в чернобожьей чакре, я её должен через что-то на это существо направить. Допустим, я могу использовать свой священный кристалл, я могу использовать глаза, я могу использовать кончики пальцев, могу использовать чакры. Ну, если есть какие-то дополнительные элементы, то можно и дополнительные элементы. Это идёт мысленное построение или внимание просто направляется через глаза, через кристалл? Хорошо. Вот скажи, как ты поднимаешь руку? Ну, это и мысль, и это ещё и некоторый опыт, поскольку, если ты не знал, как рука поднимается, ну, допустим, люди, которые или потеряли память, или которым приходится заново учиться пользоваться конечностями, то есть им заново приходится учиться. То есть вот так навыки постепенно развиваются. Ну, сказать, как пользоваться рукой, я не могу. Теоретически, можно сказать, да, возьми и пользуйся. А практически, вон, люди месяцами в реабилитационных центрах сидят, им ничего не помогает. И они не дураки. Я сам с одним таким общался. Я не могу сказать, что он тупой какой-то, он понимает. И я понимаю, что там это не психологический зажим случился. Я хорошо слышал, что он тупой какой-то, он не могу сказать, что он тупой letzten. И я понимаю, что это не психологический зажим.